Конструктивный подход. С поддержки депутатов решение вопроса привлечения инвестиций в Щелковский район поднятый на более высокий уровень, уровень первого заместителя главы администрации. С предложением повысить в ранге заместителя по инвестициям к депутатам обратился глава района. Ключевое значение развитию экономики придаёт в правительстве области, где министр инвестиций и инноваций занимает должность заместителя председателя правительства. Темпы роста инвестиционного показателя в рейтинге 50, региональном рейтинге оценки деятельности муниципалитетов правительства Московской области с начала года замедлился. Мы заканчивали 2017 год по показателю в десятке лучших, а на конец августа мы занимаем 27 место. Это говорит о том, что данный блок, и тем более в таких непростых экономических условиях, требует другого подхода, другого формата управления. Должность просто заместителя главы администрации переведена в должность первого заместителя главы администрации. То есть теперь у главы будет два первых заместителя. И вот вторая должность, её функционал будет наполнен в основном привлечением инвестиций в район. Мы понимаем, что инвестиции – это доходная часть бюджета, увеличение доходной части бюджета, это рабочие места, то есть это развитие. Поэтому, конечно, депутаты приняли решение. Отдел инвестиций будет сформирован из числа сотрудников отдела промышленности инвестиций сельского хозяйства. Изменения в штатной структуре не потребовали привлечения дополнительных средств. Опять же, для поддержки предпринимателей Совет депутатов сохранил на прежнем уровне базовую ставку арендной платы за сдачу зданий, сооружений и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Народные избранники согласились и с корректировкой бюджета района на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов, рассчитанное Щелковским финансовым управлением. Расходные доходные части бюджета превышают 7 миллиардов рублей и соотносятся с объемами исполнения муниципальных программ. Мы приняли эти изменения, поскольку они соответствуют тому уровню реализации программ, который сейчас есть. Главное, что бюджет исполняется хорошо сейчас, за первое полугодие. Также депутаты приняли к сведению информацию о подготовке образовательных учреждений к отопительному периоду. Детские сады, школы и центры дополнительного образования в плановом режиме прошли технический осмотр, и срывов в работе быть не должно. На этом же заседании депутаты утвердили сводный перечень наказов избирателей Совету депутатов. Каждый народный избранник получит на эти цели по 250 тысяч рублей. Средства закладываются в бюджете района и будут направлены в основном в учреждения образования, физкультуры и спорта. Последнее направление – массовый спорт – развивается во многом благодаря внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях и ФОКах. Такие тренировочные площадки созданы на базе Ледовой арены, ФОКа на Дальнем Воронке и одна из первых в четвертой школе имени Климука. Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».